здравствуйте мои дорогие что есть прекрасную жизнь это хотя бы один раз в день посвятить полчаса природе а я тем временем еще познаю литературу 19 века красный и черный автор какого-нибудь крепкого словца отмахивается от иных недостойных мыслей осаждающих человека я любил правду а где она сюда одно лицемерие или по меньшей мере шарлатанство даже у самых добродетельных даже у самых великих и губы его искривили с гримасой отвращения нет человек не может довериться человеку госпожа д делая благотворительный сбор в пользу бедных сирот уверяла меня что князь такой-то пожертвовал 10 луидоров вранье да что я говорю о наполеон на острове святой елены чистейшее шарлатанство прокламации в пользу короля римского король римский сын наполеона первого получивший при рождении титул короля римского года жизни 1811 1832 бенапартисты называли его наполеоном вторым хотя он никогда не занимал французского престола своем отречении 1814 года также как и в отречении 1815 года наполеон первый назначил его своим преемником однако по решению союзных держав он был отдан под опеку своего деда императора австрийского примечание редакции боже мой если даже такой человек да еще в такую пору когда несчастье должно было сурово призывать его к долгу унижается до шарлатанства так чего же можно ждать от остальных от жалкой человеческой породы где истина в религии разве да добавил он с горькой усмешкой невыразимого презрения в устах амалонов фрилеров кастанедов быть может в подлинном христианстве служителям которого не следует платить за это денег как не платили апостолам но святой павел получал свою мзду он наслаждался возможностью повелевать проповедовать заставлял говорить о себе ах если бы на свете существовала истинная религия безумец я мне грезится готический собор величественные витражи и слабый дух мой уже видит священнослужителя молящегося у этих окон душа моя узнала бы его душа нуждается в нем но вместо этого я вижу какого-то разряженного фата с прилизанными волосами чуть ли не шевалье де бувуази только безо всех его приятностей но вот если бы настоящий духовный пастырь такой как массильон или фенелон массильон рукоположил дюба и фенелон после мемуаров сен-симона стал для меня уже не тем массильон годы жизни 1663 1742 французский проповедник и епископ утверждают что он несмотря на высокую личную нравственность способствовал назначению епископом дюба политического деятеля эпохи регенства интригана и развратника примечание редакции но вот если бы был настоящий священник тогда бы души наделенной способностью чувствовать обрели в мире некую возможность единения мы не были бы так одиноки этот добрый пастырь говорил бы нам о боге но о каком боге не о библейском боге мелочном жестоком тиране исполненном жажды отмщения но о боге вольтера справедливым добрым бесконечным его волновали нахлынувшие воспоминания о новом завете который он знал наизусть но как можно егда соберутся трое верить в это великое имя бога после того как им так чудовищно злоупотребляли наши попы жить в одиночестве какое мучение я схожу с ума я не прав сказал жульен ударяя себя по лбу я одинок здесь в этой тюрьме но я не жил в одиночестве на земле могущественная идея долга одушевляла меня и этот долг который я сам предписал себе заблуждался ли я или был прав был для меня словно стволом мощного дерева на который я опирался во время грозы конечно я колебался меня бросал из стороны в сторону ведь я всего лишь человек но я не срывался это промозглая сырость здесь в тюрьме вот что наводит меня на мысли об одиночестве но зачем я все-таки лицемерию проклиная лицемерие ведь это вовсе не смерть не тюрьма не сырость а то что со мной нет госпожи дариналь вот что меня угнетает если бы в верьере для того чтобы видеть ее я вынужден был неделями сидеть спрятавшись в подвале ее дома разве я стал бы жаловаться вот оно влияние современников сказал он вслух горько посмеиваясь говорю один сам собой в двух шагах от смерти и все-таки лицемерию о девятнадцатый век охотник в лесу стреляет из ружья добыча его падает он бросается за ней попадает сапогом в огромный муравьиную кучу разрушает жилище муравьев и муравьи их яйца летят во все стороны и самые мудрейшие философы из муравьиного рода никогда не постигнут что это было за огромное черное страшное тело этот сапог охотника который так внезапно и молниеносно ворвался в их обитель вслед за ужасающим грохотом и ярким снопом рыжего пламени так вот и смерти жизнь и вечность счастья удачи вам любви успехов встретимся в следующих роликах